Что делать, если с детства не можешь устоять, когда слышишь музыку? А что делать? Тебе нужно обязательно учиться танцевать. Родители Даяна Ахматгалиева вовремя заметили талант ребенка. И вот результат. Теперь один из самых ярких финалистов шоу-танцы. Сам учит детей танцевать. Сегодня на мастер-классе у Даяны Ахматгалиева мы научимся танцевать в стиле джаз-фанк. Кем вам труднее всего проводить мастер-класс? С мальчиками, когда много мальчиков. Ну, вообще, короче, я не знаю почему. Я очень люблю детей. Я люблю очень проводить мастер-классы для детей. У меня есть опыт в своем коллективе, в котором я вырос, поступил в колледж на хореографа. Я уже начал с первого курса преподавать в том же коллективе. С трех лет дети ко мне приходили, по четыре группы. Это огромный опыт. И я очень люблю детей, но почему-то я не люблю маленьких мальчиков. Они просто в этом возрасте максимально отрывные. Ну, я себя даже помню, поэтому девочек люблю очень. А с какого возраста вы начали танцевать? Меня мама отвела в коллектив три года в городе Ишкар-Ала. Я начал уже заниматься гимнастикой, какими-то детскими танцами. То есть это все начиналось, я думаю, как и у большинства детей, которые занимаются танцами. В сознательном возрасте, где-то, может, лет в тринадцать, уже начал любить это очень сильно и больше заниматься сам. Вначале, да, ненавидел ходить на танцы. Года два точно мама заставляла и плакал пару раз. А ваша мама педагога по танцам? Нет, моя мама работает в детском саду воспитателем и учителем физкультуры. Ты обратил внимание, что он общается с жестами? Да. Что означает вот этот жест? Это означает сначала. Так много кто делает, это просто, ну, как бы сначала, окей, там, еще раз. Ну, то есть это какие-то обычные такие жизненные жесты. Когда я веду мастер-класс, да, у меня очень много жестикуляций, каких-то может показаться странных. Это означает то, что я открыт к людям, которые ко мне пришли. Мне комфортно с ними. Если бы я, наоборот, стоял вот так вот и просто им говорил и показывал, это значит было бы, значило, что класс не очень, как бы, хорошо сейчас идет. Какие у вас были ситуации смешанные на сцене? Я делал разножку, то есть у меня, это был мой трюк, часто я делал разножку, 8-16 подряд. И один раз у меня порвались штаны. Я к таким вещам уже давно очень как-то отношусь с юмором и переживаю их абсолютно спокойно. И один раз мы выступали в военной части, там сидело много вояк, и у них там очень старое было здание. Во время моего сольного номера обвалился потолок, и я танцевал просто весь в побелке, а я был в черном. Но на самом деле это было круто, потому что это мне что-то придало в этот танец. Я был весь просто в побелке, грязный, и на самом деле это смотрелось даже очень так концептуально и прикольно. Мы знаем, что ты выступаешь в иммерсивном шоу «Безлики». У тебя есть возможность сейчас без слов рассказать самый яркий момент в этом спектакле? Показать что-то? На самом деле нет. Честно, прости, я тебе откажу, потому что чтобы войти в то состояние, в котором я нахожусь во время своей работы, во время спектакля, это особенное состояние, о котором можно очень долго разговаривать, и я вам сейчас не расскажу. Потому что даже перед спектаклем мы приходим за три часа, и у нас есть определенный тренинг, через который мы приходим к этому состоянию. Ну ты как? Учились танцевать джаз-фанк с Даяном Ахмадгалиевым Майта Тимонина и Василиса Чурбинова-Дятлова.